Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас представлен к обзору караван Lunar Riva. Это 340-я модель. Караван 2008 года выпуска находится на площадке по адресу Псков Николая Васильева 82А. Его стоимость 812 тысяч рублей. Караван комплектный. Оборудован комбинированным отопителем Truma, работающим как от электричества, так и от газа соответственно. Бойлером Truma проточным на 10 литров, а также работающим от электричества и газа. В комплекте у данного каравана полноценная палатка. Караван достаточно легкий. Это разрешенная максимальная масса 750 килограмм, не требующая категорию. Состояние великолепное. Сцепная головка Alka с боковым компенсатором, с тормозом накатного типа. И в данном случае у нас 7-пиновая розеточка. Есть второй провод серый для автомобилей, оборудованными двумя розетками. Допустим, Range Rover это делает с завода. У нас встроенная Truma редуктор. Здесь для российской газификации, скажем так, необходима замена газового шланга и, соответственно, установка газовых баллонов уже под российский вентиль. Стеклопакеты тонированные, серого цвета. Все штатные, все в прекрасном состоянии, без трещин и скол. А палатка может быть установлена на любую из сторон. Закладная в великолепном состоянии. Сзади, справа, по ходу движения у каравана находится санузел. Здесь у нас уже современный стоит унитаз с большой кассетой и отдельным бачком смыва. Здесь у нас есть место для батареечек, то есть это для уровня заполнения кассетам. Все это замечательно работает. Внутрь зайдем, все увидим. Так, у нас слив серых вод. Это раковина, это кухня и душ, соответственно. Колеса в безупречном состоянии. Я так предполагаю, что это мененые, потому что караван ухоженный, 185-65 Р-14, без трещин и сколов, замены не требуют. Далее, по правой стороне у нас место подключения 220 вольт и, соответственно, место для установки собственного аккумулятора. Так, далее у нас идет место подключения насоса Трума Ультрафлоу и газовая часть выхлопа для работы болера, когда вы его используете на газу. Фасад здания нашего это с окошком, так как находится кухня в задней части. Закладная для палатки по левой стороне, со стороны входа, также безупречная, без единого просто задира и скола. Шины такие же, все одинаковые, замены ничего у нас не требуют. Вес, я говорил, уже 750 максимально разрешенный. Ну, давайте посмотрим на этого малыша-крепыша изнутри. Что мы здесь видим? У нас здесь два таких красивых дивана. Они выполнены из ткани такой, как флакированные, то есть и подушечки, и сами боковинки, все такие достаточно светлые. Здесь много места, метр девяносто у нас диваны вот в таком состоянии. Ну и, соответственно, если мы из тумбы вытянем вот эту вот часть, которая у нас организует зону полной кровати, мы получим большую полутораспальную кровать, метр шестьдесят на два, соответственно. Тумба-быстросъем, и она, если кому-то мешает, ее можно убрать, тем самым сделать кровать больше. Это тумба вот с таким быстрым столиком подвижным, то есть перекусить, поработать там в зале топом каким-нибудь, все этого будет достаточно. Большой стол в комплекте, он стоит вот здесь вот в вещевом ящике, ящик для верхней одежды, и здесь же штатное место для стола предусмотрено. Так, у нас получаются еще деревянные фасады, это натуральное дерево, все в прекрасном состоянии, никаких трещин и сколов нигде нету, стыки стены и потолка только через резиновый уплотитель, все как должно быть, герметиков никаких, следов ремонта никаких. Слово поразит, соответственно, как в комментариях предыдущих, вы успели заметить, будем ликвидировать, но возможно это мое вещание вот такое, поэтому прошу меня простить и принять как есть. Так, по ходу движения, под правым диваном у нас находится модуль-блок, отвечающий за 220 вольт и понижающий его до 12. В передней части каравана по ходу движения, с правой стороны у нас расположился бойлер Трума на 10 литров. Его включатели находятся, сейчас все прикроем, один из включателей, вот он, Трума Ультра Стол, это от 220, и есть у нас включатель, его от газа, вот он включается, тем самым запускает, сейчас работает стабилизация, так как бойлер пустой, слит, соответственно на газу он у нас не запустится, попытается это сделать, и он закорится красный диодик. Караван оснащен у нас отопителем Трума, вот он у нас находится, как я уже сказал в начале видео, это комбинированный, работает он от электричества и от газа, его электрическая часть, это вот тут, и ТЭНы, здесь у нас соответственно источник потребления, в зависимости от поданной электроэнергии, от полукиловатта до двух киловатт он работает, далее кнопка мастер расположилась у нас правее, здесь мы видим понижающий, работу понижающего блока на 12 вольт, если у нас есть собственный аккумулятор, то нажатием кнопки мастер, соответственно мы уже получаем 12 вольт в домике, это активация кнопки насоса помпы, алгоритм работы данной кнопки следующий, мы включили насос, вот сам насос находится он в раковине, Трума Ультрафлоу, опустили мы его в заборник с водой, канистру подкатную, бак любой, который вы используете, и по датчику давления, активированная кнопка по датчику давления, наполнится сначала бойлер, и соответственно выключится до тех пор, пока не нагреется вода, любое использование воды, автоматически подключит эту помпу к подкачке, если вам не нужна горячая вода, вы минуете этот контур горячий, и пользуетесь холодной напрямую, то есть все эти краны, это кнопки такие же, то есть они при включении, подается водичка, так, по отоплению газовая часть у нас с механической пьезой, ну и, конечно же, с раздувом, раздув работает не только от 220, но и от 12, так, у нас есть Тетфорд, на 104 литра с большой морозильной камерой, работает он у нас от 220, 12 по серой розеточке, и вот газа, газовая часть находится вот здесь, то есть нажатием газа подкачка, и механическая пьеза, индикатор пламени у нас уже стрелочный, то есть, как мы в старых моделях привыкли лицезреть какое-то смотровое окошко, здесь визуализация пламени передается на датчик, под левый диван мы положили все, что касается палатки, здесь весь комплект с шторками, с палками и так далее, а в передней части каравана у нас находится панорамный люк, прикрыли сейчас, чтобы солнышко нам не палило и не нарушало картинку, ну и в передней части каравана, как вы успели заметить, находится маленькая интегрированная кухня, трехкомфорочная газовая плита с автоматической пьезой, работает она также от 12 вольт, газовый гриль и газовая духовочка, все здесь в прекрасном состоянии, все чистенько, под самой плитой у нас место для хранения кухонных принадлежностей, ну и здесь у нас есть газовый экран на холодильник и на плиту, газовый экран на отоплении бойлер находится под передним правым диваном, все это в транспортном положении, прикрывается, нам надо убрать сейчас кран, и вот так это выглядит, над зоной кухни есть место для хранения чистой посуды, все в прекрасном состоянии, караван действительно отличный, криминированный санузел у нас, с поддоном для принятия душа, поддон без трещины усколов, вот он поворотный Тетфорд, Тетфорд у нас с механической кнопкой слива, не с пикликачных моторов, душевая есть леечка штатная, и соответственно кран для умывания, в принципе шторка даже для того, чтобы унитаз не был мокрым, она в комплекте, также находится под передним диваном, караван достаточно компактный, для использования его по пересеченной местности, я думаю, что идеальный вариант для тех, кто планирует поездку один или вдвоем, это безупречное предложение, итог нашего сегодняшнего видеообзора, это Лунар Ариева 2008 года выпуска, стоимость его 812 тысяч рублей, находится он у нас в городе Пскове, смотрите нас на сайте авточоэспсков.ру, в инстаграме авточоэспсков, и на ресурсе YouTube, безусловно, на нашем канале. Спасибо за просмотр и до новых обзоров!